День за днём Итоги городского конкурса, а было так Праздник первоклассника, посвящение в артисты в Десногорской музыкальной школе Самый, мне кажется, светлый и прекрасный праздник для наших детей Потому что впервые они чувствуют себя артистами на нашей прекрасной сцене А теперь подробнее об этих и других новостях Правила видеофиксации нарушений на дорогах станут более прозрачными Депутаты Смоленской областной думы обсудили поправку в федеральный закон Она предусматривает, что места расположения камер на дорогах будут четко регламентированы правительством страны В настоящее время предприниматели имеют право устанавливать на трассах и магистралях Средства для видеозаписи в целях установления автонарушителей Федеральные законодатели предлагают забрать участников возможность владения видеокамерами на дорогах И закрепить это право лишь за государством или регионом Также парламентарии поддержали инициативу о продлении срока, когда автоштраф можно оплатить со скидкой 10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения создателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова В честь этого события 17 октября в Центральной библиотеке Десногорска Для воспитанников физкультурно-оздоровительного комплекса Десна Прошел мастер-класс по сборке-разборке знаменитого автомата Подробности в сюжете Главными организаторами мероприятия выступили военно-патриотические клубы «Ангел и Стрела» Началась встреча с общего просмотра видеопрезентации о жизни Михаила Калашникова Ребята узнали интересные факты из биографии легендарного оружейника, а также историю его трудовых подвигов Далее воспитанники военно-патриотических клубов продемонстрировали свое мастерство в сборке-разборке автомата Калашникова Юные защитники Родины смогли поближе познакомиться с главной разработкой великого конструктора Автомат Калашникова стоит на вооружении регулярных армий более 50 стран Автомат надежен и достаточно прост в обслуживании даже при небрежном уходе в самых тяжелых условиях Кроме этого полный курс обучения владения автоматом составляет всего 10 часов Участники клубов смогли собрать и разобрать автомат Калашникова за 40 секунд, тем самым выполнив армейский норматив И что удивительно, иногда девчонки с этой задачей справляются гораздо лучше парней К оружию нужен особой подход, всему можно научиться, но это не сложно Ребята с удовольствием примерили на себя образ солдата и не скрывали своего восторга от мастер-класса Организаторы мероприятия надеются, что военная подготовка поможет ребятам избавиться от страха перед армией и стать настоящими защитниками Отечества Причем даже идти в армию, они должны знать, допустим, кто создатель, кто что сделал Чем они больше будут знать об автоматах, об вооружении, тем больше будет развития для них самих В завершении мероприятия дети сфотографировались с автоматом Калашникова и сделали общую памятную фотографию Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Каждый третий работоспособный гражданин России работает в тени Без официального оформления это делают 13%, а 27% таким образом подрабатывают Всего это около 25 миллионов человек, сообщается в докладе Академии народного хозяйства Как отмечается в исследовании, попытки легализовать рынок труда не будут успешными без решения ряда вопросов, связанных с социальной справедливостью Большинство опрошенных не чувствует себя социально и экономически защищенными, работая официально Работодатели часто нарушают трудовой кодекс, помимо этого, каждый второй не ощущает связи между своим вкладом в работу и размером официального заработка Оплата из рук в руки по взаимной договоренности людям кажется более честной Всероссийская акция «Комикс-микс» – атомная сборка Творческое мероприятие, которое проходило во всех городах присутствия госкорпорации «Росатом» Талантливые жители представили свои работы в необычном формате комикса Об участниках из Десногорска далее в сюжете Рассказать свою историю в формате комикса и внести свою лепту в общее большое дело Заманчивые условия для любого автора и просто творческого человека Этим и воспользовались некоторые десногорские жители Они стали участниками городского конкурса «А было так» Который устроила детская библиотека муниципалитета Цель для внимания комикса – история атомных городов Участник конкурса – любой житель города Который написал свое авторское произведение Например, произведение о пуске первого объекта в городе Десногорске Или о первом юбилейном объекте Конкурс проходил в рамках Всероссийской акции «Комикс-микс» – атомная сборка Результатом этого мероприятия станет создание книги комиксов атомных городов Куда могут войти и работы участников из Атомграда Участие в конкурсах всегда дает новую ступенечку в развитии личности И не важно, кто сегодня станет первым или вторым Вы все сегодня победители За время проведения конкурса с 27 июня по 7 сентября На суть жюри было представлено 5 работ Все сюжеты были разные по стилю и содержанию Но центром каждой истории стал Атомград Третье место в конкурсе досталось Ольге Свистуновой За работу о строительстве Десногорска и Смоленской атомной электростанции Второе место заняла самая юная участница конкурса Анастасия Рысева С работой в стиле фэнтези-аниме Первое место – преподаватель художественной школы Евгения Тарасенко Много было, конечно, мотивов, что можно было изобразить Я выбирала самое главное, самое важное, наверное Хотя сейчас сидела и вспоминала, думаю, можно было и это изобразить И этот город строился больше 40 лет, уже 45-летняя годовщина Работа победителя городского конкурса будет опубликована в общем сборнике комиксов «Атомная сборка» Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ В России со следующего года увеличится размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка Об этом сообщил Минтруд Так, в 2019 году размер выплат равен 11 200 рублей А с 2020 года он состоит ровно 12 000 рублей Отмечается, что увеличение выплат проводится в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Кроме того, подобный рост материальной помощи связан с продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка от полутора до трех лет Таким образом, каждая семья за три года получит около 430 000 рублей Посвящение в артисты – это испытание сцены и зрительным залам 17 октября это предстояло самым юным воспитанникам Десногорской детской музыкальной школы имени Глинки На торжественном и волнительном концерте побывала наша съемочная группа Еще недавно первоклассники пришли в музыкальную школу, не зная ее правил и традиций А спустя чуть больше месяца они уже главные герои праздника Праздника начала нового музыкального пути Кто-то из вас пришел на школу сам, по собственному желанию, не за тебе Кто-то долго упрашивал своих родителей привезти вас сюда А кто-то благовольно согласился с решением старших дать вам музыкальное или хореографическое образование Такая ежегодная добрая традиция посвящения в артисты – это настоящий эмоциональный заряд на освоение новых, ранее незнакомых дисциплин Первым выступлением стал хор первоклассников Юные артисты смогли справиться с волнением и можно с уверенностью сказать Проверка сцены и зрителям прошла она отлично Играйте на выбранных вами инструментах с душой и удовольствием И конечно же улыбайтесь каждый день Ведь человек, который понимает музыку, он счастлив Будьте счастливы Удачи вам и успех Концертные номера первоклассников – пример достигнутых успехов за совсем небольшой период времени Еще недавно незнакомые скрипка, фортепиано, домра и прочие классические инструменты Успели занять особенное место в сердце каждого ученика Мастерство, которое ждет ребят через несколько лет, было продемонстрировано уже старшими учениками школы Уверенное владение инструментом или хорошее знание элементов хореографии Такой уровень подготовки будет доступен каждому при должном старании Всего в праздничном концерте участвовало более 80 ребят Новый учебный год уже традиционно отмечен большим интересом к музыке и хореографии У нас поступили в этом году по всем направлениям Это направление хореография, фольклорное отделение Фортепиано, струно-смечковое отделение, отделение народных инструментов В работе нередки случаи, когда для многих воспитанников музыка или хореография становятся делом всей жизни Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ В областной центр на несколько дней приехали самые сильные люди со всей России В городе стартовал финал Кубка российских вооруженных сил по гирьевому спорту памяти героя России Александра Прохоренко Всего в турнире принимают участие 15 команд, 160 спортсменов Это учащиеся военных вузов Российской Федерации или представители вооруженных сил разных военных округов, видов и родов войск В турнире участвует почти весь состав сборной страны по гирьевому спорту После этого старта уже в ноябре их ждет чемпионат мира, который пройдет в Сербии На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте desnadefistov.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok